Привет, красотка! И я сегодня начинаю очередной мамский влог. Влог молодой мамы вообще-то это называется. Сегодня у нас очень насыщенный день. Сегодня у нас первая семейная фотосессия, но если не считать, когда я ее была 7 дней, это была фотосессия новорожденного. То есть сейчас уже все-таки более осознанный возраст, почти полгода. У нас забронировано целых 2 часа в фотостудии. Это на самом деле очень много, когда я фотографировалась одна или когда мы с Денисом парно... А, купальные трусы. Окей. Убрала. Когда мы с Денисом фотографировались или фотографировалась я одна, часа было более чем достаточно, но у нас сейчас такой вот фактор, который требует немножко больше времени. Где-то там переодеться, где-то подкормить, поэтому я взяла 2 часа и 3 образа на каждого. Не знаю, насколько это вообще реально, насколько мы справимся. А сейчас мы завтракаем и совсем скоро придет визажист и придет стилист. Я, конечно, могла накраситься и завидеться сама, но, знаете, иногда хочется прям расслабиться минут на 40 и чтобы все сделать за тебя. Мы пошли есть гречку. Я почему-то во всех влогах готовлю гречку. Выглядит так, как будто мы куда-то собрались отдыхать, но нет, это фотосессия. Я просто распределила по образам одежду Евы. Мне кажется, так будет удобнее. Мне сразу же, знаете, вот всякие вот такие украшули, одежды к носкам и ко всему. Моя одежда, одежда Дениса. Так, коврик мы не берем, он просто как бы здесь лежит. Вот эта штука здесь, всякие пеленки, это понятно, салфетки. Я думаю, что все это хорошо поместится в маленький чемодан. Вот, так вот сборы наши происходят. Ну что, пока что все складывается очень даже хорошо. Я бы сказала, даже идеально, потому что Ева уснула. И как раз пока мне будут красить и делать что-то на голове, она поспит и на фотосессии будет бодренькой. Но это вот у меня в планах пока что, да. Будем делать что-то такое нежненькое, но с акцентами. Буду встречать гостей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас закончилась фотосессия, мы приехали перекусить. Точнее, перекусить и хорошо так плотно поесть, потому что очень голодные. Я вам скажу, что фотосессия с маленьким ребенком это непросто. У нас было два часа, но особо поз новых, так сказать, у нас не было. И примерно мы повторяли, делали одно и то же. Но я надеюсь, у нас там получатся симпатичные кадры, мы очень голодные. Если честно, времени вообще не было там что-то поснимать. Но в плане настроения Евы прямо вообще супер, потому что она как раз была бодрая всю фотосессию и утомилась, и уснула, и спит сейчас. Смотрите, какая классная идея на меню. Это как будто бы чешуя. Это рыбный ресторанчик. Здесь все меню из рыбы. Понятно, что я здесь написала? Красотка. Yes. Но это было тяжело. Еще надо сердечко нарисовать. А тут рыбка, представляете, плавает. Вообще-то мне ее жалко. На каждом столе получается рыбка одинокая стоит. Как вы думаете, что заказал Денис? Конечно же, это том-ям. Том-ям это супер-острый суп азиатский с коветками. На этой камере кажется, что слишком большая тарелка, но такая красивая. Мне очень нравится, когда пасту заправляют кедровыми орешками. И вкусно, и красиво выглядит. Сейчас будет момент, когда я буду пробовать том-ям. На самом деле, у нас всегда такая традиция. Денис дает из всего блюда мне одну ложку, потому что мне больше не надо. Мне слишком остро. Вот одну ложку с креветкой и с бульончиком. Как-то высоковато. Ну что, мы уже дома. Уже покушали. Уже довольны. Поэтому, видите, я уже более позитивно выгляжу, потому что поела подушки. Не нравятся мне на заднем фоне. Отлично. У меня сейчас вообще какая-то череда посылок. Каждый день не по разу к нам приходит курьер, что-то доставляет. То я заказываю одежду для Евы. То я заказываю себе косметику, подарки на Новый год. Потому что, когда у тебя маленький ребенок, вот я действительно это прямо на себе прочувствовала, насколько важна каждая секунда, каждая минута. И как ты сильно, еще сильнее ценишь время. Я сейчас заказываю почти все в интернет-магазинах. Вот это настолько быстро, это настолько удобно. Конечно, есть определенная магия в том, чтобы прогуляться по торговому центру, поболтать там с подругой. Хотя, если честно, я никогда не любила... Для меня вот этой магии никогда не существовало. Я любила по-быстренькому найти себе нужную одежду и уйти. Потому что как-то меня выматывают эти все походы, много людей, вот это все. Вот это, это одна из самых долгожданных мною посылок с сайта LookFantastic. Вы все время говорите, что я как-то вскользь показываю, что мне пришло. И хотелось бы вообще видео обзоров, распаковок. Но мне кажется, целое видео делать немножечко скучно. Поэтому я решила так интегрировать во влог. Тем более, что как раз сегодня доставил курьер огромную посылку. И посмотрите, какое здесь богатство. LookFantastic. Это сайт, с которого я заказываю уже не первый раз. И там представлено нереальное количество брендов. В преддверии Черной Пятницы у них просто нереальные скидки. Поэтому, девочки, бегите в описание. Еще не поздно встать, кстати, на лист ожидания, чтобы получить скидки самыми первыми. Потому что те, кто будет в рассылке, получат самый ранний доступ к скидкам. Поэтому я очень советую. Сейчас покажу, что заказала лично я. У меня произошла революция просто в сфере кисточек, можно так сказать. Я обожаю Real Techniques и их инструменты для макияжа. Поэтому я обновила себе ассортимент кисточек. И взяла себе самые мои любимые и самые, как я считаю, универсальные кисточки. Это такой набор. Здесь одна большая круглая кисточка яйцом, ее можно назвать. И еще три кисточки поменьше. Одна для румян. Вообще их можно использовать по вашему желанию, по вашему настроению. Хоть куда, хоть как. Я буду маленькую использовать для теней. Побольше для румян. И еще больше возможно для нанесения тонального крема. Либо для скульптора хорошо подойдет. Такая она скошена немножко. Ну и, конечно же, бьюти-блендер здесь составит. Точнее, не составит, а в комплекте. Самый долгожданный тандем это вот эти две штучки. Тоже от Real Techniques. Специальный инструмент для мойки кисточек. Конечно, можно мыть кисти просто об кусок мыла. Или просто об руку. Но это, как мне кажется, намного удобнее. Это даже некая процедура бьюти. Поэтому это будет еще больше мотивировать мыть кисточки вовремя. И мыть кисточки с удовольствием. А это специальное средство для мытья этих кисточек. И еще один наборчик от NYX. Здесь, наконец-то, у меня появилась кисть для хайлайтера. Это такая скошеная веер-кисть. В тот момент, когда хайлайтер стал выходить из моды, в пассажере появилась кисточка для хайлайтера. Но я всегда говорила, что мне плевать на моду. Если мне нравится хайлайтер, я буду его наносить. Поэтому целых три упаковки скраба. Потому что я на них действительно потела сейчас. Даже на такой комбо скраб. И обязательно после душа масло на все тело. Либо какой-то крем-суфле на все тело. Потому что у нас невероятно сухая вода. Сухая вода. Ну, вы понимаете. И если я выхожу из душа и вдруг что-то на себя не намазываю, то у меня прям стягивает все. Прямо такое ощущение. Еще и сейчас отопление. У Евы даже на ножках начинает прям сушиться кожа. Это прям видно, если ее не намазать бальзамом. На самом деле, впервые беру от этой фирмы хоть что-либо. Но очень были хорошие отзывы. Frank Buddy называется. Ну, как бы, не знаю, слышали или не слышали. Марку Веледа я просто обожаю. Познакомилась с ней, когда родилась Ева. Абсолютно все продукты этой марки мне нравятся. Они 100% натуральные. Мамочки по всему миру их обожают. А, это крем для мытья. Это такая щетка сухая. Как я уже сказала, я за своей кожей сейчас хорошенечко так ухаживаю. Потому что, во-первых, после родов у меня сохранилась привычка делать скраб, делать массаж кожи сухой щеткой. Но вот эта длинная щетка, которую я вам показывала, она немножечко неудобна в использовании. Я искала вот такую щетку, которую можно будет держать удобно. Таким образом, она будет закреплена в руке. И ты просто делаешь массаж более удобно. Как-то видите, она очень компактно прямо в руку ложится. Я еще попробую, конечно, ее на теле. Но, мне кажется, будет хорошо. Этой щеткой полезно массаж делать всем. Лимфодренажный. Желательно еще до душа. А после душа как раз наносить какое-нибудь маслечко или кремик. Также пришло такое маселка от компании Кодали. Масел много не бывает. Это масло и для волос, и для тела. И очень удобно, что оно распыляется прямо брызгами. То есть, очень удобно дозировать. Ничего лишнее не вытечет. Вот сколько нужно, столько и пшикаем на себя. Дальше у нас такая ароматная и очень красивая коробочка. Это свеча на самом деле. Так она красиво упакована. О, мой бог. Я даже не могу понять, чем конкретно. Это просто, знаете, запах специй. Запах рождественской ярмарки. Какое-то настолько праздничное настроение. Появляется просто от одного запаха. Вот что с нами делают запахи? Я в шоке. Ее, кстати, очень классно так можно хранить. Убирать в коробочку, чтобы она не пылилась и не мешалась. Ну и мы подошли к самому большому и самому приятному. Но это не мне. Это будет подарок. Подарок на Новый год. Это такой новогодний бокс от Look Fantastic. То есть, у них есть такие готовые варианты. Если вы вдруг захотите порадовать маму, сестру, подругу, то заказывайте прямо сейчас. Желательно вот на этих скидках. Потому что будет более выгодно. Красота. Мало того, что это безумно круто выглядит. Тут есть обалденные полноразмерные продукты. Так это можно будет еще и потом оставить. И хранить здесь свою косметику. Очень удобно, очень компактно. Я сейчас все это прям не буду вскрывать. Потому что все-таки это подарок. Но здесь безумно крутые продукты. Я их все рассматривала еще, когда выбирала на сайте подарок. Тут и декоративная, и уходовая косметика. И кисточки. А у нас кто-то начал просыпаться. У меня здесь стоит такая помощница моя. Это видео няня. Ева как раз завертелась. Поэтому пойдемте. Ты выспалась, крошка? Эй! Ты смотришь в камеру, а не на маму. Всегда смотришь в камеру. Кстати, раз уж мы рядом с кроваткой лежим, хочу вам показать такую вот вещь. Интересную достаточно. Называется это витамины маминой любви. Ну, точнее нет. Первый блок только так называется. Остальное по-другому называется. В общем, это что-то типа аффирмаций по системе Драбкина. Может быть, кто-то слышал эту фамилию. Это четыре блока, которые говорит мама своему ребенку, когда тот уже минут как 20 примерно спит. То есть в такой быстрой фазе сна находится, но уже спит. Если кому интересно, найдите в интернете. Я переделала немножечко слова под девочку, потому что это как для девочки, так и для мальчика. В общем, такие исцеляющие витамины любви. Что-то типа маминого заговора на крепкие нервы, на хорошее физическое здоровье и так далее. Работает чудесным образом. Но я на самом деле во все это верю. Верю в то, что слова наши имеют силу. Слова сказаны с любовью и со смыслом, так сказать. Чудотворно могут влиять на ребенка, да и не только ребенка, хоть на что. Поэтому такая вот витаминка любви у нас лежит в кроватке. И на ночь я Еве ее читаю, когда она засыпает. Ну и вообще это такой, знаете, очень милый процесс. Просто уединение с ребенком. Знаете, я замечаю, что у нас есть телевизор только когда снимаю на камеру, и он попадает или там на фотки попадает. Потому что у нас в доме на самом деле три телевизора. Три телевизора. И мы ни один из них не включали ни разу. Потому что это съемная квартира. И здесь как бы как были телевизоры, так как бы они и висят, что мы с ними сделаем. Но так как мы их не смотрим, это так забавно, что просто они висят без дела абсолютно. Ты как бы особо никуда не можешь деть. Они просто занимают место на стене. И вот так вот иногда я осознаю, что у нас есть телевизор дома. Кстати, следующий наш влог, девочки, знаете, будет откуда? Не из Екатеринбурга. И не с фотосессии, а из Дубай. Мы поедем, буквально полетим через три дня в Арабские Эмираты. Вместе с Евой, конечно же. Куда мы без нее? Это будет наша первая поездка, первый полет за границу с ребенком. Так что следите за нашими приключениями. Я думаю, будет очень весело. Главное нам пережить пятичасовой полет. Смотрите, какая у нас здесь установочка. Из двух фонариков. И уже новая свечка в деле. У нас отключили свет. И я делаю салат при вот таком замечательном освещении. Но главное, все видно. Все комментируют. Вот такая романтика на обеденном столе. Взяли все свечки, которые у нас есть. На самом деле, более эффективны, конечно, просто фонарики от телефона. Сейчас будем готовить овощной салат. Я достала все овощи, которые у нас есть. Получится большой таз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас теперь частенько ужин и завтраки бывают на полу, потому что мы вместе с Евой на одной волне. Привет, солнышко. Обидно, наверное, что мы кушаем, а ты нет. Скоро начнется прикорм. Ты будешь тоже кушать. Ну что, вот я наконец-то в ванной. Сегодня был вроде бы не очень-то сложный какой-то день, но я так почему-то устала и очень хочется вот так сделать. У меня очень такой насыщенный многослойный макияж, поэтому я очень тщательно его сейчас буду смывать. У меня такая обнова есть, это Биодерма. Мне очень нравится гель для умывания после мицеллярки. Я его еще использую с щеточкой Фора Луна 3. Я вам показывала ее уже в прошлом влоге. Но знаете, что сейчас больше всего хочется? Сейчас больше всего хочется массажную сторону щеточки, чтобы немножечко подрасслабиться. Вообще желательно куда-нибудь сесть. Было бы круто, если бы в ванной было кресло. У меня тут уже зубная паста есть. Ой, кто положил. Я всегда так люблю начинать новую упаковку зубной нити. Я не знаю почему. Это какой-то отдельный вид удовольствия. Кстати, не удивляйтесь, что я так много беру. Я не знаю, почему так происходит. Денис берет нити в два раза меньше. Но я действительно все это трачу. Просто я не могу одним и тем же участком чистить разные участки зубов. Это, знаете, как золушка превращается обратно... Ой, принцесса превращается обратно в золушку. Карета превращается в тыку. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, красотка, следующий влог будет уже, скорее всего, из Дубаи. Поэтому ждите его. Наверное, он будет таким же насыщенным, как а-ля неделя влогов в одном видео из Сочи. Скажите, вообще вам нравятся такие видео, когда я собираю там много дней и беру только самое насыщенное и вставляю все в один ролик. Мне кажется, с путешествий это самое то формат. Я снимаю линзы и желаю вам спокойной ночи. Ну или хорошего дня, если вы вдруг утром смотрите. Лупайте чаще, красотки. Поехали. Поехали.